Ленз Кузнецкий заявится на участие во всероссийском конкурсе Министерства строительства среди малых городов и исторических поселений. На суд жюри направят проект благоустройства площади торжеств имени Мазикина. Именно это общественное пространство выбрали большинство жителей города на первом этапе. Сегодня мы подводим итог, то есть мы определяем уже те мероприятия, которые выбрали жители для реализации на площади торжеств. И в дальнейшем будем готовить конкурсную заявку, ну и надеемся, что наша конкурсная заявка займет какое-то место призовое, и мы получим средства на реализацию нашего проекта. Важнейшее условие конкурса – вовлечение жителей в разработку проекта, то есть конкурсная работа должна стать инициативой самих горожан. Ленз Кузнечане откликнулись и выдвинули целый ряд предложений, чтобы они хотели видеть на площади торжеств для удобного и комфортного отдыха. Подводя итог, жители бы хотели благоустроить площадь торжеств, обустроить фонтан на площади торжеств, высадить еще деревья, кустарники, цветочное оформление, установить детские площадки, скамеечки, ну то есть как бы сделать ее более комфортной, удобной, обустроить кафе летнее. Теперь Управлению архитектуры города в течение двух недель предстоит разработать подробный дизайн-проект. Программу благоустройства в рамках всероссийского конкурса войдет и еще один проект – создание музея военной техники «Боевая слава Сибири». Города, претендующие на призовой грант, должны будут направить свои проекты по благоустройству, специально созданную для этого комиссию Минстроя. В мае победители будут названы. Для них предусмотрены денежные премии в размере от 30 до 100 миллионов рублей. Сумма гранта зависит от номинации, в которой участвовал претендент. Их четыре по количеству жителей. Жюри отберет 60 лучших проектов, а значит призовой фонд распределится только между 60 городами. Администрация Кемеровской области составит окончательный список участников конкурса от региона до 27 апреля.